Огромный вопрос, но интересный. Евгений его сформулировал, сочетаем его полностью, и мне тут есть что добавить. Вопрос, сразу будет спойлер, для вас касается величия Марка Верати. Так, собственно, так формулирует Евгений, это все важно и это интересно. Только из относительно недавнего Неймара и Эрера отзывались о Марке Верати как об одном из игроков уровня Хави и Иньесты. Ди Мария в личном рейтинге партнеров только Месси поставил выше. Сам Месси высказывался о нем как о лучшем на своей позиции. Гвардиола признавался в любви. В 19 лет при Минкоме серии Б ключевого игрока топ-клуба на протяжении 10 лет при каждом тренере в формации и составе. Даже при Неймаре, Месси и Мбаппе Марка выглядит как минимум не менее важным для результата, а для качества игры и тем более. Все это звучит феноменально. Италия с ним в составе выходит на принципиально другой уровень, что даже на Евро можно было наблюдать. Но это опять же как-то пошло без внимания. Я скажу вам больше на чемпионате мира, когда я объяснял всем, как здорово играет Марко Верати, мне начинали какую-то дичь втирать про то, что он как-то неправильно пасует, что без него футбол более динамичен. Ладно, не будем про это. Казалось бы, такой игрок по умолчанию одним из первых должен приходить на ом в списке лучших на своих позициях в мире, скажем, в перспективе последних 5 лет. Тем не менее, почему-то создается впечатление о недооцененности Верати среди рядовых болельщиков и даже среди более погруженных людей. Например, слушая и читая вас, думается, вы вряд ли поставите его в один ряд с КДБ Тиаго Модричем, Кроссом и, возможно, предпочтете еще парочку другую перед ними. Поправьте, если не прав. И кажется, что вы редко его отмечаете. Ну, тут надо все-таки понимать, что он из-за чемпионата находится немножко в тени и количество упоминаний не равняется количеству, не равняется оценке мною уровня этого футболиста. Тут немножко ваш спрос рождает предложение на анализ, следовательно, комплименты, либо, наоборот, критику конкретного игрока. Так что это не совсем справедливое замечание с точки зрения того, как редко я отмечаю. Ну, то есть, понятно, есть объективная причина, почему я редко отмечаю. Что касается ряда, в который вы его помещаете, тут я отвечу чуть позже. Ну, и, собственно, вопросы. Больше про ощущения и немного про... Вопрос больше про ощущения. Как вы оцениваете уровень марка? Насколько, на ваш взгляд, справедливо все вышесказанное? Мне кажется, все вышесказанное в максимальной степени справедливо, но нуждается в одном важном дополнении. Дело в том, что вот в каждом из этих сезонов почти уже десятилетие, в этом сезоне действительно будет 10 лет, как вы верно отмечаете, он находится в Париже, но при этом у него нет до сих пор ни одного матча, ни одного, простите, сезона, где он сыграл бы больше, чем 27-90 минуток. 90 минутки, ну, это просто чтобы можно было комфортно переводить в пропорцию сыгранного матча. То есть все понимают, ну, то есть чтобы в одну кучу смешать время, которое там со скамейки, не со скамейки в старте выходит, чтобы не называть просто вот общее количество матчей. И 90 минутки – это вот так удобнее, чтобы измерить. То есть вы знаете, что есть 38 матчей, 38-90 минуток. И дальше вот можно измерить, сколько от общего времени он играет. И, в общем, ни в один из своих французских сезонов он не сыграл, получается, больше, чем 72% от общего количества времени. Более того, у него есть куча сезонов, где он играет около 50% времени. Это связано с несколькими тенденциями. Его травматичность. При некоторых тренерах это еще касалось его роли на поле, но в целом к его уровню минимум вопросов. Ну и, конечно, его прямо культовые желтые карточки. Я другого слова не подберу, сколько он их получает. Когда ты получаешь столько желтых карточек, ты, бачи, постепенно пропускаешь. Короче, ключевая разница между теми, кого вы назвали, и Верати, ну, кроме того очевидного, что, ну, как мы сравним Дебрюэн и Верати, у них суперразные функции. Позиции и то не очень похожи, но функции суперразные. И даже вот если взять элитку среди игроков именно роли Верати, то я считаю, что по уровню, который он демонстрирует в матчах, он им не уступает. Он супер топ, он идет в первых рядах, в топ-3 вот именно в футболистах своей роли, весьма, кстати, редкой роли. Он блестяще ведет игру в центре поля, но при этом он не самый глубокий опорник, как правило, но при розыгрыше может становиться самым глубоким. При этом он еще очень хорош в узких пространствах, очень хорошо сохраняет мяч в трудных ситуациях. Поэтому, мне кажется, в рамках своей роли он просто прекрасен, и я готов подписаться под каждым комплиментом. Но это важный недооцененный аспект. Для полноценной топовости нужно, наверное, играть в другом чемпионате, но это не суть важна. Ну, то есть, чтобы получить даже не полноценную топовость, топовым можно быть там и в ПСЖ. Для стопроцентного признания, чтобы не возникало у вас ощущения, что игра не доценивает. Во-первых, играть в другом чемпионате, Лига-1 сковывает, но она уменьшает количество внимания. Это объективно, простите. Это мне, может, тоже не нравится, но это объективно так. Это первый момент. И второй момент. Все-таки нужно вот это вот постоянство, способность играть в большей части матчей своей команды. Способность быть ключевым в нужные моменты, способность не пропускать матчи из нелепых красных и желтых карточек. Это немножко сковывает. Верать ему уже 29 лет, так что вряд ли он кардинальным образом изменится. Я думаю, в Париже он все равно приобретет культовый статус. Но вот один момент, о котором вы не сказали, при том, что я считаю, что вы все правильно сказали, это, конечно, его игровое время. То есть банально, по разным причинам он не играет так много, как играют самые топовые футболисты. И опять же, это вот вечный спор о том, что важнее тот уровень, который он показывает, когда играет. К этому никаких вопросов нет. Или то, как часто он играет, это насколько он стабилен. Мне кажется, у топов есть игроки, которые сочетают одно с другим. Ну и вот для того, чтобы быть полноценным топом, мне кажется, Верати, может быть, этот аспект у него поменяется. В этом сезоне он пока играет 80% от общего времени, то есть больше, чем обычно. Может быть, в этом плане он станет более зрелым, будет лучше за собой следить во всех отношениях, и в плане желтых, и в плане травм. Может, где-то просто ему больше повезет. Если это поменяется, то, я думаю, достаточно быстро он окажется в какой-то самых топовых. Ну, плюс, конечно, еще для полного признания, наверное, нужна либо другая лига, либо какой-то большой общеклубный успех по СЖ. Ну, очень интересный вопрос, очень классная формулировка. Спасибо вам за это.